Добрый день, уважаемые якутяне! Рад очередной встрече с вами, дорогие телезрители, радиослушатели. Сегодня у нас тема развития Республики Саха-Якутия в условиях цифровизации. И у меня в гостях гости — это люди, которые делают креативные вещи, создают новые тренды. Это Анатолий Аскалонович Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Добрый день, Анатолий Аскалонович! Да, доброе утро, Александр Николаевич! И Габышев Петр Петрович, директор технопарка Якутии. Я думаю, что молодежь в основном знает, что за это предприятие. Но нам хотелось бы шире рассказать о вашей деятельности. Но, предваряя наш разговор, хочу отметить, что сегодня исполняется пять лет, как мы ведем эту, безусловно, важную, актуальную передачу, полезную для людей. И моя цель заключается в том, что приглашаю интересных гостей, из них услышать, как реализуется у нас положение Конституции Российской Федерации, основного закона нашей республики. Тем более мы накануне Дня Республики Саха-Якутия. Ну и вот здесь я хотел бы отметить, что положение Конституции России и Республики Саха-Якутия, они на самом деле играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства. И это все понимают. Хотя в Конституции Российской Федерации отсутствуют прямые нормы, посвященные цифровизации, инновационной деятельностью, которые бы напрямую ее регулировали. Вместе с тем я хотел бы сказать, что в ней содержатся отдельные положения, влияющие на развитие цифровизации и инновационной деятельности. Такими, например, являются нормы, регулирующие основы экономической системы общества. Это единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, финансовых средств, поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности, и признание и защита различных форм собственности. Или же отнесенную предмету совместного ведения Российской Федерации, ее субъектов, различные направления деятельности, ну, например, общественные отношения в сфере науки. Это гарантия каждому свободы научного творчества, защита каждого от принудительных научных опытов, общие вопросы науки. Наука как одно из направлений единой государственной политики, обеспечиваемой правительством Российской Федерации. В нашей же Конституции также закреплены базовые нормы положения в сферах экономики, науки, интеллектуальной собственности, а также установлены экономические основы для инновационной деятельности. Здесь я хотел бы отметить, что мы сегодня, как я уже говорил выше, встречаемся накануне Дня Республики, который напрямую связан с нашей Конституцией, поскольку мы знаем, что 27 апреля 1922 года была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР. Ну и в этот день, через 70 лет, вступил в силу наш основной закон Конституции Республики Саха-Якутия, который, безусловно, является залогом развития нашего северного края, нашей республики, который является крупнейшим по территории субъектом Российской Федерации. Анатолий Аскалович, вот на ваш взгляд, как реализуется конционное положение в части гарантированности свободы мыслей и слова, свободы массовой информации, реализации своих способностей для предпринимательской деятельности, гарантированности научного, технического и других видов творчества или охраны интеллектуальной собственности в нашей республике. Пожалуйста. Спасибо, Александр Николаевич, во-первых, за то, что пригласили на свой эфир. Да, и поздравляем с такой важной датой, как пятилетие. Ваша передача несет очень важную роль как раз в формировании правового сознания среди граждан Республики Саха-Якутия. Ну, вопрос с вами поставлен очень широкий. Да, они регламентируются двумя статьями Конституции Республики Саха-Якутия. Это статья 13, да, где регламентируется, описывается право слова, свободного волеизъявления. Ну, и статья 19, как раз о правах на интеллектуальную собственность. Я начну с поддержки и вообще развития средств массовой информации. Я хочу сказать, что как раз благодаря развитию прихода интернета в Республику Саха-Якутия это стало, можно сказать, таким новым витком для появления новых видов средств массовой информации. У нас их зарегистрировано 230. Я считаю, что для небольшой в плане количества жителей Республики, да, у нас миллион жителей, меньше миллиона, это довольно большое количество средств массовой информации. Ну, и, конечно, в основном большая часть из них, она зарегистрирована как раз как интернет-издание по Роскомнадзору Республики. И вот буквально, кстати, 26 апреля, перед Днем Республики, мы будем презентовать 33 электронные СМИ районных газет. Да, мы их зарегистрировали. Сейчас впервые в прошлом году мы поменяли наше госзадание, потому что цифровизация приходит и в районы Республики, и появились вот такие цифровые, скажем так, копии наших районных газет. Из 230 средств массовой информации у нас 130 являются негосударственными, и это тоже очень важно, что у нас есть не только государственные СМИ, и есть СМИ, которые самостоятельно формируют повестку, формируют, скажем так, мнение населения. Это как раз говорит о том, что вот о свободе слова. То есть практически больше половины, скажем так, зарегистрированных СМИ является негосударственными СМИ. При этом мы в своей государственной программе оригинальное информационное общество поддерживаем, в том числе и независимые негосударственные СМИ, мы разыгрываем гранты главы в размере 15 миллионов рублей, поддерживаем те СМИ, которые освещают как раз наиболее актуальные направления деятельности в нашей социально-экономической развитии Республики. Это и национальные проекты, это и другие вопросы. Ну и, конечно, я считаю, что вообще наличие органов власти, которые отвечают за СМИ, и мы являемся преемником Департамента средств массовой информации, но и в том числе и как раз наличие такой программы, мне кажется, как раз и поддерживает вообще отрасль, потому что надо понимать, что с точки зрения рынка у нас республика небольшая, и вот как раз поддерживая уровень, скажем так, средств массовой информации, надо понимать, что в нашей Республике три телеканала, есть, собственно, это НВК Саха, Якутия-24 и телеканал Мамонт, который транслируется 24 часа. Очень много собственного контента на якутском языке, на русском языке. Мы выходим в эфир теперь не только в аналоге и на спутниковом телевидении, мы выходим и в интернете. Вот в прошлом году мы сделали приложение WebStore, iOS, это вот как раз вопрос цифровизации, то есть уже 84 тысячи пользователей скачало, и это очень удобно, потому что быстрый интернет приходит в районы, мобильный интернет, теперь у нас 85% населения имеет смартфоны, а я хотел сказать, что по данным статистики, средний статистический якутянин в три раза больше времени проводит в интернете, чем средний статистический россиянин. Это очень интересный такой факт. И в принципе, в целом, проникновение от смартфонов среди населения, мессенджеров тоже очень высоко, выше, чем средний по Российской Федерации. Поэтому это позволяет том, чтобы доносить информацию до каждого гражданина. Да, действительно, то, что вы разыгрываете гранты для независимых средств массовой информации, это на самом деле объединяет наше общество. Мы не должны все время разделять только свое, государственное и так далее. Ну и то, что вы поставили задачу для районных СМИ, чтобы у них в условиях цифровизации обязательно были собственные сайты. Мне как раз мои земляки, вот недавно выходили на меня в газетах Анголас, вот у нас появился сайт, вы можете все это просматривать. То, что раньше неудобно было, когда мне привезут эту газету непосредственно, да. А сейчас я вот в режиме онлайн всегда могу посмотреть, что там происходит в моем городе. На местах. У Луси, да. И получается, у меня есть возможность посмотреть все 36 муниципальных районов, городских округов. Это замечательно. Я благодарю вас вот за такие хорошие усилия. И я думаю, что на самом деле это очень важно для нас. Так, ну что, Петр Петрович, технопарк Якутии, основная миссия технопарка Якутии в чем заключается? — Доброе утро, Александр Николаевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, телезрители. Сегодня такой у нас интересный формат. Честно говоря, тоже для меня это новинку. Одновременно и на радио, выходите и по телевидению. Миссия технопарка заключается в том, чтобы сделать Якутию лучшим местом на Земле. Мы эту миссию себе наметили, поставили. Она такая, может быть, громкая, да, очень пафосная. Но мы считаем, что это вполне достижимо. И через проекты резидентов, через их поддержку мы считаем, что можем добиться этой миссии. То есть, ну, конечно, миссия — это что-то такое недостижимое, но, по крайней мере, постоянно улучшать качество жизни людей в республике мы это можем. Мы это уже делаем. И проекты резидентов, в принципе, на это направлены. Многие проекты резидентов на это направлены. То есть, год пандемийный показал, что они востребованы обществом. И резиденты как раз перенастроили свои мощности, свой выпуск продукции на удовлетворение потребностей общества во время пандемии. Допустим, мы начали выпускать первыми маски, начали выпускать антисептики. В прошлом году, когда был дефицит, вот, них не хватало, да. То есть, компания «Беге», которая разливает краски, начала разливать антисептики. Компания «Артихемистри», которая выпускает бытовую химию, начала тоже выпускать антисептики. То есть, мы закрыли потребности школ, больниц на тот момент. — Замечательно. — Вот. И компания «Хатутен», которую мы знаем, что шьет гаражи, да, теплые, тоже они перешли на пошив масок. — Угу. — И тоже вот в апреле-марте месяце в прошлом году они тоже закрыли первые потребности, когда у нас как раз не хватало масок. Вы помните, да, был такой дефицит. Вот. Также мы наладили выпуск рециркуляторов в технопарке. И тоже вот летом, получается, закрыли потребности уже. Вот школа, больница тоже в этих нуждах. Поэтому технопарк, он призван улучшать жизнь людей, скажем так, прежде всего. Миссия такая наша. — Анатолий Аскалонович, ну, вы были первым директором технопарка «Якутия». И вот сопоставляя, чем вы начали заниматься, какие были трудности, и вот сегодняшняя работа технопарка вас удовлетворяет, или есть еще какие-то вот резервы для роста? — Сегодня технопарк является оригинальным оператором фонда «Сколково». Таких в Российской Федерации 15. На Дальнем Востоке всего два. И технопарк входит в топ-10 технопарков Российской Федерации. Учитывая, что, опять же, небольшое количество жителей, и то, что у нас технопарку в этом году исполняется 10 лет, надо сказать, это хорошее достижение, это высокая оценка деятельности технопарка и его резидентов. Но мы пробьемся на паузу рекламную, далее продолжим наш разговор. Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. Мы сегодня рассматриваем вопросы развития нашей республики в условиях цифровизации. Я думаю, что на самом деле будущее нашей республики, последующие 100 лет, будет совершенно необычным, не таким, как он был до сели. Поэтому, конечно же, ваше министерство, оно на самом деле является таким инновационным. И Айсин Сергеевич Николаев, став главой республики, всенародно избранным, определил, наверное, основные направления. И вот на сегодняшний день хотелось бы, чтобы широкий круг Якутиан знал о деятельности вашего министерства. Пожалуйста, расскажите об основных направлениях, может быть, о каких-то результатах. Да, действительно, наше министерство, на самом деле, отвечает за очень ответственное направление. У нас, в первую очередь, это, конечно, вопросы связи. Сейчас в условиях, как сказал Петр Петрович, пандемии, все поняли, насколько это важно. Мы занимаемся развитием средств массовой информации, также цифровизацией всех отраслей экономики, цифровой трансформации республики, инновационной деятельности и информационной безопасности, что тоже сейчас во время цифровизации выходит на первое место, потому что количество киберпреступлений, количество преступлений в интернете у нас с каждым годом растет. Это надо признавать, потому что если бытовые, там, уличные преступления идут на спад, то именно в цифровом виде мы очень слабо защищены. И в этом плане мы проводим тоже, у нас есть отдельный отдел, мы занимаемся защитой наших информационных систем государственных, потому что мы должны понимать, что каждый сайт, каждый портал, каждая информационная система, которую мы стоим, она уязвима. Она может подвергаться и хакерским атакам, и ДОС-атакам, то есть вплоть до того, что могут останавливать работу. Мы помним локдауны, когда можно атакой выключить работу больницы, а не дай бог каких-то энергетических систем, это все довольно серьезный вопрос. Поэтому наше министерство занимается этим вопросом. Мы, кстати, проводим цикл передач, снимаем детские ролики по поведению детей в интернете, вообще, скажем так, цифровой этике, да, правилам нормы поведения, против буллинга, против фишинга, то есть вот такие уже термины, которые, может быть, нашим радиослушателям не знакомы, но уже, так как вы все, уважаемые друзья, находитесь в цифровом пространстве, вы должны знать эти термины, что такое двойная аутификация, то есть создавать не только пароль, а создавать сложный пароль и привязывать его к телефону, к номеру телефона, да, защищать свои, не передавать свои персональные данные третьим лицам. Это, кстати, в Конституции тоже прописано, права на хранение персональных данных. Да, это тоже конституционное ваше право. И когда вам звонят и говорят, представляется работникам банка, говорят, передайте там персональные данные карты, никому не давайте, потому что банковские работники никогда не спрашивают персональные данные. Значит, если сам вопрос уже должен вас подвергать сомнению. Вот, ну и, конечно же, если говорить про работу министерства, да, вот сейчас в прошлом году вышло несколько важных документов о цифровой трансформации. Мы создали проектный офис, который возглавил лично глава республики Асин Сергеевич Николаев. Это говорит о том, о важности вот этого направления, то есть глава лично возглавляет этот проектный офис, в Российской Федерации возглавляет Чернышенко, вице-премьер. Мы еженедельно собираемся в режиме штаба и рассматриваем вопросы цивилизации здравоохранения, да, это очень важное направление, образование нашего системы ЖКХ, МИЗО, то есть практически охраны природы, то есть практически все отрасля экономики, они переходят сегодня в цифру. А также, вот, как вы видели из послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, он поставил задачу до 2024 года перевести в цифровый вид все государственные и муниципальные услуги. У нас сайт госуслуги, на сайте госуслуги зарегистрировано 856 тысяч якутиан. Это высокий, высочайший показатель, если учитывать, что детей, убрать детей до 14 лет, это практически 100% граждан Якутии зарегистрировано. И там появляются новые сервисы. Я прошу наших земляков следить за этим, потому что появилась платформа обратной связи. Сейчас можно через сайт госуслуг обращаться по любому, по любой жалобе, по любой ситуации, которая происходит на местах, на муниципалитете. И все главы районов, все администрации районов подключены к этой платформе обратной связи. Уже за первый квартал было 3,5 тысячи обращений. Из них 2 тысячи уже исполнены. То есть это как раз прозрачность взаимодействия федеральной, региональной и муниципальной власти и граждан. А также в этом году в тестовом режиме мы будем принимать чести в дистанционном голосовании. То есть мы уже в сентябре будут выборы в Госдуму. И мы пока... В прошлом году, вы знаете, голосовала Москва и Новгородская область. В этом году мы пока в тестовом режиме, но уже через сайт ИПГУ, через ЕСИА будем в своем личном кабинете уже дистанционно голосовать. Просто, мне кажется, это уже... Вот цифровизация дошла уже и до как раз... — Реализации демократических ценностей. — Абсолютно. Абсолютно. Видите, какой уровень уже доверия к цифровому. А насколько мы должны обеспечить эту безопасность. То есть действительно, я с вами согласен, очень ответственное направление, очень напряженная работа. И, кстати, так как мы отвечаем еще и за инновации, да, вот мы ведем работы не только технопарка, но и венчурные компании, фонды развития инноваций. Нами создана акселляционная программа Б8, мы финансируем стартапы на ранней стадии. И вот буквально недавно я выступал на международной конференции, где были коллеги из Казахстана, Узбекистана. И действительно все подчеркивают, что в регионе это надо признать, благодаря поддержке главы республики, правительства, созданы все условия для реализации своих творческих идей. А так как год науки и технологий в этом году в Российской Федерации признан, я считаю, что это уникальная возможность для нашей молодежи и не только реализовать себя, свои творческие планы. Вот такие направления ответственны, Александр Николаевич. Да, вот на самом деле то, что вы рассказываете, очень интересно, и разместить все это в рамках одной программы очень сложно. Но, может быть, в двух словах, какие основные государственные программы по развитию инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий вот сейчас реализуются. И что в плане? Вот после избрания главой республики Скайкотти, Асин Сергеевич, одним из первых указов подписал указ номер 149 об инновационном цифровом развитии. Вот он на трех листах, но на нем очень четкий документ, который определяет, по сути, стратегию инновационного развития на ближайшие годы. И там поставлены четкие метрики, показатели, чего мы должны достигнуть в области инноваций и цифровизации. Какой миссии в рейтинге мы должны занимать, сколько инвестиций мы должны привлекать. И вот как раз это четко отслеживается. Благодаря этому указу мы приняли новую госпрограмму, называется инновационного цифрового развития. Его не было раньше. Как раз вопросы цифровизации мы будем реализовывать в этом году крупнейший на Дальнем Востоке дата-центр, потому что вы знаете, что мы формируем с вами ежедневно в своих социальных сетях переписки, в электронном документной обороте терабайты памяти. И их нужно где-то хранить. Их нужно хранить безопасно. Мы должны уже понимать, что мы знаем, что такое архив, а это тоже архив данных, который нужно ежедневно обрабатывать. Это и телевидение, и радио, и все социальные сети, и мессенджеры наши. И вот мы-то... У нас есть свой правительственный дата-центр, который благодаря ему во время локдауна, пандемии, мы не остановились ни на секунду. Мы работали дистанционно. И вот сейчас современнейший дата-центр будет построен на 108 стоек для всех отраслей экономики, для университета, для вузов, для школ наших, для здравоохранения, для умного города, интеллектуальных транспортных систем. Вот этот дата-центр будет построен в городе Якутске. Это тоже благодаря вот этой программе. Анатолий Сколовнич, вот у меня такой личный вопрос. У нас все время идет напряжение в отношениях с Западом, и они каждый раз грозятся, что визу закроют, мастер-карт закроют, ну и по различным социальным инструментариям, которым мы пользуемся. Вот я, например, храню свой архив в Google Диске, на Gmail, на своей почте. А вдруг такая вот ситуация. Что бы вы мне посоветовали? Где я должен хранить архив? Это очень правильный вопрос, Александр Николаевич. И я бы рекомендовал, во-первых, хранить это все на российском, отечественном ресурсах. Это Яндекс. У Яндекса абсолютно есть такой же сервис Яндекс.Диск, на котором также можно в облаке хранить свои данные. Потому что Яндекс, вот есть принят был закон яровой, по которому наши провайдеры и наши сервисы должны хранить в том числе данные и на российских серверах. На самом деле нет никакой гарантии. И вот ситуация с основным нам показала, что нет никаких гарантий, что ваши данные, хранящиеся на зарубежных серверах, не уйдут третьим лицам. Спасибо. Да, вот это... Петро Петрович, вот смотрите, как все-таки стать резидентом технопарка? Многие, наверное, мечтают. Какие вот существуют критерии, условия? Ну, во-первых, это нужно, конечно же, иметь идею. То есть без идеи это никуда. Желательно, чтобы идея была инновационной. А лучше всего, чтобы это был уже какой-то инновационный продукт, который вы уже задумали, там, не знаю, запатентовали, произвели где-то, возможно, сами, да. И нужно иметь ИП или ЮР-лицо, зарегистрированное обязательно. Потому что у нас в связи лицо не может стать резидентом технопарка. А все условия по подаче заявки, там, да, по комиссии есть на нашем сайте. То есть это подается заявка на сайте, электронная, там, простая форма, заполняется анкета небольшая. Потом назначается комиссия отборочная, межведомственная комиссия у нас такая большая, обширная. Проводится экспертиза этой заявки на инновационность, прежде всего, оценивается. Если, то есть, заявка не инновационная, то она сразу отклоняется. То есть мы не поддерживаем, там, торговлю, куплю-продажу, там, или производство каких-то, там, обычных вещей, которые у нас есть в повседневной жизни. То есть мы приветствуем технологии, которых, допустим, нет в Якутии, нет в России. Ну и, конечно же, хорошо, если нет их в мире. И потом, значит, все это занимает примерно один месяц, вся эта процедура. Через месяц можно получить статус уже резидент технопарка, который позволяет получать все сервисы, услуги технопарка и получить в аренду льготные помещения для своей деятельности. Приличие инвестиции, инвесторов в свой проект. Но если говорить футбольным языком, у вас команда сформирована, скамейка запасных очень большая, да? Или все-таки не так густо вот с резидентами? Тут такой вопрос, да, очень сложный, интересный. Это такой волнообразный, скажем так, процесс. Спустя уже 10 лет, в этом году, у нас уже 10 лет, мы накопили определенный опыт в этом вопросе. И вначале у нас был поток резидентов очень большой. Но давайте мы прервемся на рекламу и продолжим. Это очень интересно. Итак, мы продолжаем наш интереснейший разговор. Петр Петрович, вот мы про резидентов говорим. Все-таки, какие основные резиденты, какие результаты вас удовлетворяют, обнадеживают или, может быть, предмет гордости? — Да, спасибо. Это очень важный вопрос. Ну, сейчас мы переживаем этот бум, наверное, опять внимание к технопарку, скажем так. После открытия IT-парка количество резидентов IT-направленности выросло просто в разы. То есть мы сами даже этого не ожидали, честно говоря, когда мы открывали IT-парк. У нас было где-то 30 компаний примерно на карандаше, скажем так, которые мы знали, что они есть в Якутии. Когда мы открыли IT-парк, нам пришли компании, которые мы даже не знали, что они есть. То есть, ну, скажем так, люди вылезли из квартир, как говорят, да? Увидели, что поднялся флаг, поднялся флаг IT, центр IT, куда можно прийти, значит, прийти за помощью, прийти за советом, прийти за, не знаю, деньгами, за компетенциями, найти каких-то разработчиков, может быть. И сейчас у нас 130 компаний IT. Это только резиденты IT-парка нашего. И, конечно же, очень много компаний появилось в последнее время очень. То есть, ну, в республике бум IT. В общем, сейчас идет настоящий самый бум. Мы не можем его уже никак остановить. Наверное, мы не должны этого делать, мы должны только поддерживать, да? И никто уже, наверное, не сможет это остановить. С развитием IT-центров, то, что мы пошли сейчас в районы, это тоже уникальная практика. Мы открываем, значит, филиалы IT-парка в районах IT-центры. Уже открыто 10 районных IT-центров. В этом году мы откроем еще 5 центров IT-центров. И уже на местах там появляются IT-компании, что тоже нас не может не радовать. Мы понимали, когда шли в район, что там тоже есть люди, там тоже есть свои самородки, у которых нет возможности перед общим переехать в Якутск, к нам в IT-парк, но там они в районах тоже хотят развиваться. И с приходом интернета, высокая скоростного, у них шансы эти появились. И они этим шансом пользуются. То есть, это тоже очень отрадно. Ну, из звезд сейчас, наверное, мы все ждем выход игры The Day Before. Вот недавно вышел релиз этой игры. На всех там сайтах американских развлекательных очень большой отклик живой, миллионы просмотров, восторженные отзывы. И мы считаем, что эта компания фантастика, она добьется немалых успехов и, наверное, станет не меньше, чем Майтона, там, и драйвер наши звезды, да уже состоявшиеся. И за ними еще много, очень много ребят стоит в эти парки. То есть, мы видим, что ребята растут реально. То есть, появляются новые проекты, они выходят на международный рынок, на российский рынок. Этот процесс уже непрерывный. А я хотел бы дополнить, Александр Николаевич, слова Петра Петровича, потому что вот Петра Петровича подчеркнул важность IT-центров в районах. Это очень уникальный, мы единственный регион, имеющий этот опыт. И просто тут два примера могу привести, что при создании игры ZDB4 компания Фантастик привлекала ребят из районов. То есть, из Усалданского района, Нюрбинского, Сунтарского района, других районов ребята сидели в районах, работали и помогали создавать эту игру. То есть, это как раз сфера IT помогает создавать, то есть, им не нужно там определенный какой-то завод или что-то, это распределенная сеть людей, которые просто, как сказать, в режиме удаленки работают и создают вместе игры. Это очень уникальный опыт. А вот смотрите, название Фантастик, это маркетинговый ход или незнание языка, или что? Но на самом деле на встрече с главой республики Эдуард, когда и с готовства встречались, он четко же сказал, что наша задача стать первым номер один в компьютерных играх. Номер один, и когда он спросил, какие цели вы ставите в республику, он сказал, мы хотим создать 3000 рабочих мест. Я верю в то, что, но это как раз фантастика. Поэтому, мне кажется, из амбициозных задач вышло название, и пока название корабля оправдывает свое название, скажем так. Замечательно. Ну вот, действительно, у нас новые технологии развиваются, будем говорить, семимильными шагами. Благодаря вашим усилиям вы пионер в этом движении. Я имею в виду Анатолий Аскалуныч, создание технопарка, создание IT-парков. В Улусах создаются филиалы, как Петро Петрович рассказал. Также у нас в Улусах создаются IT-школы, техноцентры. Ну и у всех на слуху и драйвер Арсена Томского, Майтона, братья Пушницких. Ну вот, фантастик братьев Готовцевых. Мне даже Бундар нравится, Сергей Протопопов. Я думаю, что тоже выстрелит. Вот эти проекты, какая система государственной поддержки существует по этим проектам? Ну, здесь надо сказать, во-первых, что когда мы создавали ассоциацию развития IT-отрасли в 2012 году, которую я возглавлял, до того, как я стал министром, главной задачей мы ставили вопрос проведения интернета быстрого. И с этой задачей мы справились. Я хочу сказать, пользуясь эфиром, что единственный тариф, который уменьшается, в отличие от тарифа на электроэнергию, на тепло, единственный тариф, который уменьшается, это тариф на связь. Мы, наверное, уже забыли, что в 2011 году у нас один мегабит стоил больше 20 тысяч рублей в Якутске. Сейчас один мегабит в Якутске стоит 95 рублей. И, конечно, также мы планомерно, куда приходит ВОЗ в районы, а мы подключили уже 298 населенных пунктов. Это 87,7% населения. Сейчас подходит быстрым интернетом. И мы в этом только году подключим еще 75 населенных пунктов. Благодаря проекту цифровая экономика, подключение социально значимых объектов. Мы 1220 социально значимый объект, это школы, больницы, ФАПы, администрации районов подключаем за счет федеральных средств. И это как раз дает толчок. То есть с приходом интернета это рельсы для экспорта своей продукции. Там можно обучаться, получать медицинские услуги, государственные услуги, приобретать товары. Как я говорил, Бог сделал регионы разными, но интернет уравнял наши шансы. Второе, мы финансируем проекты на ранней стадии. Это единственный фонд у нас, который коллеги из других регионов приходят обучаться. Мы на ранней стадии на уровне идеи даем до 2 миллионов рублей в проект. Причем первым приказом я отменил гранты головы, потому что гранты имеют тоже обратный эффект. Это конкретно деньги, как венчурные деньги, которые даются именно инвестиционным вкладом в проект за 5 процентов доли опциона проекта. И у нас уже есть первые выходы, то есть мы уже вышли из проектов, то есть мы профинансировали и он успешно дальше пошел и мы продали долю в проекте. у нас другие, мы интеллектуальную собственность защищаем, помогаем с маркетингом. То есть это на самом деле сама экосистема высрана. нас же мы же обучались в Бостоне и переняли лучшие мировые практики. То есть все, что сделано в Якутске, сделано полученным лекалом, которые мы переняли в Бостоне. Поэтому коллеги из Колкова приезжают, ребята, вам удалось это сделать в маленьком городе в 300 тысяч населения и это оказывается возможно, говорят. На самом деле вопросов было очень много в самом начале. Вы это помните? Это супер. Но давайте мы перейдем к средствам массовой информации. Вот не секрет, что в последнее время в средствах массовой информации часто появляются фейковые новости, в которых присутствует еще и клевета. Я сам на себе иногда это ощущаю. Вот как министерство взаимодействует союзом журналистов, какие совместные проекты реализуются в области журналистской этики. Мы понимаем, что по закону Яровой, по закону Клишаса значит много сейчас вопросов, где уже будут приниматься меры конкретные. Как бы вы хотели прокомментировать? Ну, сначала я скажу, что про союз журналистов. Мы с союзом журналистов работаем очень тесно. Ежегодно совместно проводим различные мероприятия, в том числе республиканский фестиваль СМИ, пресса, земля, ланхо. проводим семинары, круглые столы. В 2019 году мы провели второй Дальневосточный медиафорум, который объединил представителей не только государственных и независимых СМИ, но и пресс-служб, пиар-департаментов. Также мы ежегодно присуждаем премии главы имени Контакова, героя Советского Союза в области тележи, радиожурналистики. Вот в день радио 7 мая мы эту премию вручаем. госпремия Никифорова Кулиминюр в области журналистики. И, конечно, проводим образовательные семинары. Сейчас мы на это очень ставим большое внимание именно подготовки кадров, потому что это очень важный вопрос. Тесно работаем с Северо-Сочным федеральным университетом и, конечно, считаем, что подготовка кадров может быть тоже одно из важнейших направлений работы с Союзом журналистов. А что касается вот ну, хотел сказать, что у нас в прошлом году принят указом День национальной печати 1 июля. И в этом году мы будем его в прошлом году из-за пандемии мы не смогли его широко праздновать. В этом году, надеюсь, нам санэпидемическая ситуация позволит это сделать. День национальной печати. В этом году у нас столетие газеты, первые официальные газеты на якутском языке. Газета Манчары вышла 28 декабря 2021 года. Это в преддверии столетия республики, я считаю, тоже эта газета сыграла тоже свою роль в формировании государственности. Ну, а что касается недосоверной информации, я вот всем радиослушателям, телезрителям хочу сказать, что ни один цифровой след не проходит бесследно. я как министр связи и цифровизации могу сказать, что вы оставляете все цифровые след и мы сейчас вместе с, у нас есть совет по информационной безопасности, мы вместе с представителями МВД Парусья ведем эту работу, ослеживаем распространение заведомо недосоверной общественной значимой информации. Вот я могу сказать по статистике, что мы уже зафиксировали около 40 фактов и по каждому факту Александр Николаевич идет разбирательство. Путь до мер пресечения. Понятно. Ну вот мы находимся накануне Дня Республики благодаря Максиму Амосову, Платону Аюнскому, Степану Ажакову, Сидору Барахову, Алексею Широких. Их соратникам образовалась Республика. Ну и вторая Республика, которую основал Михаил Ефимович Николаев, последователи Вячеслав Анатольевич Штуров, Егоров Анатольевич Борисов, ну и сейчас Айсен Сергеевич Николаев. Какие пожелания кратко в одном слове? Ну, то, что вы сейчас сказали, все эти люди на самом деле я вот со своей позиции скажу, что внесли значимый вклад как раз в развитие средств массовой информации, формирование гражданского общества, литературы и инноваций. Спасибо вам за нашу беседу. Желаю вам здоровья, успехов. Ради Республики работайте. Спасибо. С наступающим презентом.